Я расскажу про статью, которая называется «Optimal Auctions Thirdly Learning». Как понятно из названия, данная статья посвящена оптимальному дизайну аукционов. Вообще дизайн аукционов – это одна из задач целой области исследования, которая называется дизайн механизмов. Эта область исследований находится где-то на стыке экономики и теории игр, и она занимается разработкой самых разных механизмов, таких как голосование, мэтчинги, то есть распределение, например, студентов по школам, университетам, и в том числе аукционов. Данные задачи обладают некоторыми общими чертами. Рассмотрим их на примере задачи аукционов. У нас есть некоторое множество участников, которые сообщают нам некоторую приватную информацию о себе. При этом эта информация, которую они сообщают, не обязательно должна быть правдивая. Так, например, аукционер в точности никогда не знает, сколько за его товар готовы заплатить участники. Они же, в свою очередь, могут пользоваться этим и получать желаемые товары за цену ниже, чем они готовы были бы отдать. Так вот, задача дизайна механизмов как раз-таки стоит в поиске такого механизма, в данном случае аукциона, чтобы участникам было бы невыгодно сообщать о себе недостоверную информацию. Тогда, зная истинное положение участников, мы можем заставить его заплатить максимум, который он готов отдать, и тем самым максимизируя свою прибыль. В современном мире аукционы широко используются для продажи самых разных товаров и услуг. От самых очевидных, это, например, товарные аукционы eBay, до менее очевидных, это, например, аукционное размещение рекламы Google. Однако, даже случаи с малым числом участников и товаров до сих пор не до конца изучены аналитически. Так, например, в 1981 году решение было найдено для задачи с одним товаром и произвольным числом участников, однако даже спустя 40 лет в настоящее время, до момента написания этой статьи, задача не была полностью решена даже для случая с двумя участниками и двумя товарами в аукционе. В данной статье авторы прилагают комплексный подход для поиска оптимального аукциона с несколькими участниками и несколькими товарами при помощи нейронных сетей. Они показывают, что с помощью данного подхода можно получить всеизвестные на данный момент аналитические решения, а также найти те решения, которые еще не были найдены. Кроме того, поиск таких решений с помощью нейронных сетей, методов глубокого машинного обучения гораздо более эффективен, чем использование классических методов, например, методов линейного программирования, потому что они работают просто быстрее. Сейчас я расскажу, как формализовать дизайн аукциона и как его определяют авторы. Пусть у нас есть множество N участников аукциона и N товаров, участвующих в аукционе. У каждого участника есть так называемая valuation function, то есть отображение из пространства всех подможеств товаров вещественные функции. Это то, во сколько каждый участник оценивает какую-то комбинацию из предложенных ему товаров. Данная функция может быть нескольких видов. Обычно она использует аддитивную функцию, то есть valuation для некоторых подможств товаров это просто сумма valuation для отдельных его компонентов. Однако есть и другие интересные функции, в том числе авторы рассматривают в своей статье unit demand function, то есть функцию единичного спроса, когда valuation некоторого подможества это просто максимальный valuation из его составляющих элементов. Но также можно рассмотреть, в принципе, и функцию общего вида. Как я говорил ранее, аукционер не знает истинное значение valuation участников, однако он знает, что они взяты из некоторого распределения F из всевозможных valuation function этого участника. Все они вместе, эти valuation function каждых участников, они образуют единый профиль valuation, который взят из некоторого общего профиля, который просто комбинация всевозможных valuation function этих участников. Значит, мы определяем аукцион как пару G и P, то есть G это у нас некоторый allocation, то есть то, как мы распределим предлагаемые товары между участниками, и P это то, какую цену мы за них запросим. То есть это отображение из всевозможных профилей участников в подможество наших товаров, а P это просто отображение вещественных числов, то есть стоимость товаров. И получается, да, таким образом нам на ход приходит некоторая информация, которую участники заявили о своих valuation, то есть ставки, которые они сделали начальные в аукционе. И исходя из этого мы уже определяем, как строить сам аукцион, то есть как распределять товары и какую цену за них требовать. Вот, это звучит сложно, но вот простой пример, то есть обычно какие задачи решаются. Это, например, один участник с аддитивной функцией с мятой по двум товарам, где valuation берется независимо просто из равномерного распределения на отрезке 0.1. Вот. Сейчас. Так. При этом аукцион, каждый аукцион, он порождает некоторую функцию полезности. То есть utility function. Значит, она определяется тем, как участник оценивает набор товаров, умножит на то, сколько он получает этих товаров, и минус то, сколько он за него отдаст. Ну, принципологично. То есть сколько готов заплатить, минус то, сколько заплатил. Вот. И на самом деле в дизайне механизмов и принципах экономики есть таких два ключевых понятия. Это incentive compatibility, то есть соответствие предпочтениям, и individual rationality. Incentive compatibility подразумевает то, что мы, точнее, участник, действуя в соответствии со своими реальными предпочтениями, получит полезность никак не меньше, чем ту, если бы он сделал любую другую ставку, то есть солгал бы нам. Individual rationality означает, что если участник действует в соответствии со своими предпочтениями, то как бы не действуют другие участники, ему от участия в аукционе никогда не будет плохо. Он, конечно, может сделать какую-нибудь ерунду, то есть, например, поставить какую-нибудь большую ставку и потом заплатить ее, и ему будет плохо. Но если он действует правдиво, то плохо ему от этого точно никогда не будет. Вот. И, собственно, задача поиска оптимального аукциона состоит в том, чтобы определить аукцион, который соответствует вот этим двум условиям, incentive compatibility и individual rationality, и при этом максимизирует прибыль аукционера. Вот написано внизу. Да, собственно, прибыль может быть посчитана аукционером просто как сумма вот этих P, то есть, сколько он получит от каждого участника по итогу реализации аукциона. Вот. Собственно, как это формализовать, как задача машинного обучения? Как я говорил, у нас valuation берется из некоторого распределения всевозможных valuation functions. Вот. И таким образом на вход нейронной сети будет подаваться некоторый набор профилей valuation участников, которые для каждого участника при этом берутся независимо и одинаково распределенно из некоторого распределения F. Аукционы будем рассматривать такие, что они выбраны из некоторого параметрического класса, при этом каждый аукцион задается некоторым количеством, конечным числом параметров V. Вот. И тогда мы можем сформулировать loss function как отрицательную, точнее, да, как ожидаемую прибыль от аукционера со знаком минус. То есть, мы хотим минимизировать loss function, соответственно, мы должны при этом максимизировать нашу прибыль. Вот. И при этом, то есть сейчас, чтобы найти оптимальный аукцион, мы должны из всех данных нам параметрических аукционов посмотреть, какую ожидаемую прибыль они дают на вот таком вот профиле, valuation profiles, вот, и выбрать аукцион, который бы давал нам максимальную прибыль. При этом такой аукцион должен удовлетворять условиям, которые перечислены ранее, это incentive compatibility и individual rationality. Вот. Вот о этом и стоит вся загвоздка, как включить в нейронную сеть ограничения на то, чтобы аукцион был вот именно вот таким вот, который incentive compatible и individual rational. Так вот, в статье автор рассматривает два подхода. Первый – это characterization-based approach и соответствующему russian-ed, как они ее назвали. К сожалению, да, данный метод, он подходит только для случаев, когда у нас в аукционе один участник, но сколько угодно предметов. Вот. И этот алгоритм, он просто ограничивает все функции, то есть параметрические аукционы, среди которых мы ищем, только теми, которые эти аукционы являются строго incentive compatible. И из-за этого мы, как бы, раз, к сожалению, это определено только в случае для одного участника, такой класс аукционов, но он даст нам точное решение, которое будет удовлетворять этому условию incentive compatibility. Другой же подход – это characterization-free approach и соответствующему regret. Он уже работает для задачи, где много участников и много предметов в аукционе разыгрываются. Вот. И он просто упрощает вот это условие incentive compatibility. То есть не обязательно участник действует так, что действовать правдиво является оптимальным для него, но так, что сожаления от того, что он не обманул по окончанию аукциона, будут минимальными. Вот. И это значительно увеличивает параметрическое пространство аукционов, которые мы можем рассматривать, и в том числе позволяет нам рассматривать случаи, когда у нас несколько участников в аукционе. Да. Regret.net, на самом деле, это все, они построены на нейронных сетях, но Regret.net, она гораздо сложнее по своей структуре и плохо рассмотрена в статье, поэтому мы рассмотрим, как устроена Rosh.net. В принципе, они более-менее похожи. Значит, Rosh.net, она основана на том, что в основе Rosh.net лежит то, что… В нем, да, пространство ограничено только теми аукционами, которые являются Incentive Compatible. И есть теорема, которая была доказана Rosh в 1987 году, как раз-таки в честь него названа нейронная сеть. Она говорит о том, что если наша функция полезности, вот эта, которая порождается данным аукционом, является липшицей функцией относительно L1 меры, при этом не убывающей и выпуклой, то такая функция, она будет соответствовать механизму, то есть аукциону, который является Incentive Compatible. При этом градиент такой функции будет существовать практически везде, и сам аукцион может быть найден из этой функции, просто если мы возьмем градиент этой функции, то мы найдем, то есть allocation, то есть распределение благ, и мы можем найти P, просто взяв эту utility, в смысле вот этот градиент умножить на V, и вычесть из него саму utility function. Мы получим P. То есть параметры аукционы могут быть найдены из него. И при этом мы должны проверить, что эта функция, она будет еще никогда не будет отрицательной, то есть что у него выполняются условия individual functionality. Так вот, и на самом деле такая функция может быть задана с помощью однослойной нейронной сети. И как раз-таки вот на этом слайде я это покажу. Значит, мы можем задать такую функцию, на самом деле, любую, которая удовлетворяет условиям Липши, точнее, удовлетворяет условиям теоремы, то есть является Липши своей функцией, не убывающей и выпуклой, с помощью, просто взяв максимум из нескольких линейных функций и нуля. Вот, это показано как раз-таки на картинке. То есть мы берем однослойную нейронную сеть, где каждый нейрон, по сути, является какой-то линейной функцией, и просто берем по ним максимум. Значит, например, если мы работаем с одним товаром, то это будут просто линейные функции с параметрами АЖ и БЖ. И взяв по ним максимум, мы можем построить вот такую вот функцию, которая как раз-таки будет, получается, Липши своей функцией относительно Липши меры, не убывающей и выпуклой. А добавив еще дополнительный нейрон, который будет равен нулю, мы также ограничим эту функцию как неотрицательную, то есть добавим еще вот эту линию. Понятно, что в случае с одним товаром, это у нас просто какая-то функция относительно одной перемены B. Если же это будет, например, два и более товаров, то это будет уже некоторая поверхность над ВРМ, которая будет также получаться как максимум по нескольким гиперплоскостям, которые также содержатся в этих нейронах. И таким образом вот эти нейроны задают нам как раз-таки наши условия incentive compatibility, а вот этот нейрон ограничивает по individual rationality. И таким образом данная нейронная сеть может быть обучена как… Да, мы можем задать для этой функции нейронные сети loss function, определить для нее, и, как я говорил, взять мотажинание прибыли от такого аукциона с знаком минус и просто посчитать градиент по этим функциям. Но чтобы добиться его существования, мы как бы заменяем… То есть здесь у нас, если активация просто максимум, то мы используем вместо максимума уже softmax, чтобы обеспечить неперерывность вот этой нашей целевой функции. И тогда мы можем просто подать на вход нейронной сети нашу некоторую выборку evaluation из пространства, которое выбраны из некоторой функции распределения F, и по итогу оптимизировать веса, которые… В, вот эти веса, и получить просто оптимальный аукцион на выходе. Да, то есть написано, что мы оптимизируем вот эту нейронную сеть, просто при том, что нам дана некоторая выборка из распределения F, которая, по сути, ну, validation function всех участников. Вот. И далее мы рассмотрим вообще, зачем это нужно. То есть эксперименты, которые были проведены авторами в их статье. Сначала, чтобы показать вообще валидность этого подхода, авторы повторили несколько аналитически доказанных решений. Вот. На этом слайде показано решение для задачи с одним участником и двумя товарами, где evaluation берутся независимо из равноверного распределения. Оба подхода дали то же самое решение, что и аналитическое. Но если Regret.net дает решение, которое в точности, Incentive Capitability, August Auction, то Regret.net дает условия, которые приблизительно. То есть поэтому границы получаются немного смазанными. Вот. При этом, как я сказал, Regret.net, она гораздо сложнее по своему устройству, чем Regret.net. Поэтому, например, обучение вот этой модели заняло 10 минут. Обучение Regret.net заняло 11 часов. Вот. Тем не менее, это совпадает с теми результатами, которые были доказаны авторами до этого аналитических статей. Другой же интересный эксперимент был проведен для задачи, где у нас имеется всего один участник аукциона, но множество товаров. И на самом деле, и также для этой задачи нет аналитического решения, но вот два ученых в 2018 году в своей статье, они придумали, точнее, рекурсивную формулу, которая может вычислять эти решения, базируясь на предыдущих. Но они доказали корректность этого алгоритма только для числа предметов не больше шести в аукционе. При этом они посчитали также для 7, 8, 9 и 10 предметов в аукционе, но они не знали, работает ли на самом деле их алгоритм рекурсивный на этих аукционах. Вот. Они предполагали, что он работает, но доказательства этому не было представлено. Авторы же этой статьи, они построили свою реализацию Russian.net на таких аукционах и показали, что на самом деле действительно недоказанные решения рекурсивного алгоритма совпадают с решением, которое выдала нейронная сеть. Тем самым подтвердив гипотезу, что, скорее всего, этот алгоритм может быть обобщен на сколь угодно большое число предметов в аукционе. Также в конце авторы уже запустили свой алгоритм на реальной служебной задачах, для которых действительно уже не может быть никаких индивидуальных решений. Это, например, аукционы, где у нас 3 участника и 10 предметов одновременно разыгрываются, и аукционы, где у нас 5 участников и 10 предметов. И они сравнили это с выраженным решением, когда мы можем заменить один аукцион, где одновременно разыгрываются все эти 10 предметов, на 10 различных аукционов, где разыгрывается каждый предмет по отдельности. Это будет как бы единичным случаем, а это уже общее решение. Оно представляет собой не только какие-то точки, а прям любую комбинацию этих предметов. И они показали, что на самом деле решение, которое было получено с помощью Regret.net, оно совпадает с решением, которое вырождено. То есть на самом деле Regret.net дает действительно правильное решение даже для таких сложных задач. И также в заключении авторы сравнили, насколько быстрее будет работать их реализация Regret.net по сравнению с каким-нибудь классическим алгоритмом, который мог бы также дать оптимальное решение в аукционе. Они запустили это на реализации с двумя участниками и тремя предметами. И вот Regret.net отработал за 9 часов, при том, что алгоритм линейного программирования, запущенный для той же задачи, работал за 69 часов. И при этом еще также из-за большой сложности задачи, алгоритм линейного программирования, он просто не мог учесть все ограничения, которые были включены в условия задачи. Поэтому мы видим, что на самом деле отклонение от… То есть, к сожалению о том, что участник не обманул систему, они в случае с Regret.net они минимальны, а задачи линейного программирования достаточно большие. И также имеется в задаче линейного программирования нарушение вот этого индивидуального рационального констраинта. Таким образом, в статье авторы показали, что нейронные сети хорошо показывают себя в задачах дизайна оптимальных функционов и позволяют находить новые решения, доступные классическим методам линейного программирования. И, в принципе, это дает надежду на то, что методы машинного обучения могут быть дальше использованы для новых открытий в области экономики. В принципе, все. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Ну, все. В принципе, в количествах и темов, Rosh.net все еще показывает хорошие результаты очень. Вот такой вопрос. Авторы не пытались исследовать? То есть, при увеличении количества предметов не будет ли такого, что результаты будут становиться хуже? Да, на самом деле, в статье в Appenix там были даны оценки на то, насколько, в принципе, вот эти решения получаются устойчивыми. Ну, то есть, имеется в виду, что вот этой Rosh.net предполагается, например, сейчас… Нет, ну вообще, они не могут быть, как бы, в принципе, как-то давать неправильные результаты, потому что Rosh.net, она как бы всегда выбирает из аукциона, который, то есть, является автоматически правильным. То есть, какое-то решение будет найдено, и в любом случае, это решение, скорее всего, будет правильным, как я понимаю. Проблемы могут быть в случае как раз с Rosh.net, которая дает нам приближенное решение. Возможно, там, ну, на больших каких-то задачах будет действительно, ну, странное поведение этой сети, хотя, если не ошибаюсь, авторы также, ну, в Appenix, они дали подтверждение тому, что вот в Rosh.net она все-таки имеет какое-то… То есть, вот эти отклонения от… Сейчас… Ну, отклонения от вот этого incentive compatibility constraint, оно будет, ну, в любом случае, оно будет незначительно. То есть, оно никогда не производит там какой-то, ну, не знаю, там, константы, ну, то есть, функции относительно количества вот этих входных данных. А Rosh.net, в принципе, нет. Она всегда удовлетворяет условиям incentive compatibility, и поэтому, скорее всего, то есть, как минимум, какое-нибудь тривиальное решение, когда просто там проводим, скажем, ну, как я говорил, просто по… То есть, аукционы по одному айтему, то оно все равно будет правильное. То есть, мне кажется, здесь в этом имеется в виду. Спасибо большое. Так, у меня больше нет вопросов. У меня есть вопросы. Они, конечно, все глупые, я не специалист просто в этой теме. Я не очень понимаю, что такое аукцион с одними участниками. Да, аукцион с одними участниками – это… Ну, вот, то есть сейчас, как я понимаю, аукцион с одним участником – это когда у нас есть участник, у которого есть некоторые valuation, которые он… То есть, относительно айтемов, которые он имеет, то есть, сколько он готов отдать за какой-то предмет. Вот. И аукцион проходит таким образом, что вот он заявляет это количество, которое он… Ну, сколько он готов отдать за конкретный набор предметов. И аукционер, он как бы решает, будет ли он предоставлять ему вообще этот набор или нет. И потом уже назначает за него цену, которую обязан заплатить участник. Вот так это работает, я понимаю. То есть, я, ну, условно говоря, я бы, то есть, ну, аукцион – это понятная задача там в реальной жизни, да? То есть, вот есть ли какой-то пример, где это происходит? Ну, происходит, например, предположим сейчас в аукционах, которые, например, рекламные аукционы Google, то есть, просто участники заявляют, сколько они готовы отдать за вот это место конкретное аукционное, а потом уже, исходя из этого, определяется, ну, по каким-то правилам сейчас. То есть, например, я не ошибаюсь, в Google там аукцион второй цены происходит. То есть… Да, это правда. Но это же аукцион с несколькими участниками, потому что мы на одну площадку заявляем. Ну, там несколько, например, рекламодателей заявляют на один запрос. А, вы имеете в виду пример аукционов, где именно один участник, да? Да. Из жизни сейчас такой привести, не знаю, наверное. Ну, просто не знаю. Любой, мне кажется, товарный аукцион, на который может, в принципе, заявиться один участник, приложить свою цену какую-то за… ну, в соответствии со своим вилуэйшеном за товар. И, как бы, исходя из этой цены, продавец, он уже определит, будет ли он товар предоставлять или нет, в какую цену он готов за это предоставить. То есть, не знаю, просто такая достаточно теоретическая задача, и, скорее всего, возможно, реально нет предоставления. Ну, да, то есть, вот, ну, да, вот это как бы странно, то есть, откуда вот эта задача. Ну, да, но все равно, то есть, такие задачи… Может быть, эта задача, на самом деле, про что-то другое, там, про локацию ресурсов или еще что-нибудь, или там конкурентное ценообразование, да, там, между продавцом и покупателем. Просто почему это аукцион называли, я вообще не могу. Ну, вот, я не знаю, почему это не аукцион, но вот просто вот, да, даже вот решение, которое существует, вот, 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 то есть аукцион, один участник, да, но это же, типа, вот, стрейджейт аукцион. Не знаю, может быть, поднесмотрелось, что конкретно вот это… Ну, скорее всего, просто какая-то теоретическая задача. Вряд ли он чему-то. Интересно, конечно. А вы посмотрите, можете… Ну, наверняка эти люди в статье как-то мотивируют, зачем надо это решать. Ну, вот, надо посмотреть. Окей. Так. Коллеги, есть ли еще вопросы? Что, если вопросов нет? Спасибо большое, Иван.